так еще раз здравствуйте так сейчас будем заканчивать наш маникюрчик уже в принципе все сделали сейчас мы уберем остаточки пыли смотрите что мы с вами сделали расслабляем ручку расслаблено что мы с вами сделали мы сделали маникюр мы опилили форму мы обработали валики сейчас я аккуратненько уберу остатки пыли с ногтевой пластины и отовсюду чтобы показать вам что было что стал набираю либо влажной салфеткой либо тоником вот все что вы хотите белое допилить и вычистить в большинстве случаев это всего лишь пыль на самом деле уже ничего нигде нету никакой пылинки никакой соринки просто это нужно хорошенько протереть гидротирующий тоник спайс фингер который я всегда его использую для того чтобы протереть всю пыль или влажную салфетку если у вас нету тоника либо моем ручки смотрите сейчас я покажу вам что у нас было вот такие вот ручки у нас были и что у нас стало ну что будем делать покрытие стемпинг мы на самом деле уже готовы уже готовы и покрывать и делать стемпинг и даже подобрали цвет да получается очень чисто но опять же если у вас с первого раза когда вы делаете маникюр именно мужской если клиент вам приходит в первый раз если у вас не получилось сделать идеально чисто не переживайте это не страшно абсолютно потому что не получится сразу же сделать все все чисто тут у нас повезло с кожей она была очень очень мягкая да будем будем показывать час смотрите дальше что мы делаем ну вообще на этом наш маникюр либо заканчивается либо мы делаем обе x если это он заканчивается то используем шлифовщик обычно и масло монарды я использую наносим его на несколько ноготочков прям даже на ноготочки она хорошо питает увлажняет является антибактериальным то есть все что нам нужно в нашей работе является противогрибковым что тоже очень важно вы же не знаете если у вашего клиента грибы вообще вы можете их даже не увидеть и потихонечку сначала полирую отполировываем кожу сейчас я увидел полирую так излишки мы уберем если покрытие туда то масло можно потом можно сразу же как как будет удобнее если хорошо обезжирить после масло ногтевую пластина то ничего страшного не будет и заполировали весь ноготочек туда у нас все попали кусочки полировки но мы их ничего страшного уберем потом будем прочищать все будет чистенько проходим не только по кутикуле не только по срезу а также еще по валику потому что если у нас все валики у женщин закрыта то у мужчин это та самая часть которой они все делают поднимают что-то соскребают не мелочь в магазине все мы сделали полировку именно кожи сейчас будем полировать ноготочки в нашем случае мы берем бафик у меня это 240 бафик наносим немножко масла на ногтевую пластину и этим бафиком аккуратненько втираем масло я это делаю для того чтобы сравнять цвет вот у нас есть допустим так сейчас свет поправлю вот у нас есть видите оторванные кусочки ногтевой пластины поскольку у нас грызун я замазываю это масло и аккуратненько его втираю чтобы по максимуму сгладить не все получится так сгладить но что-то мы все таки сможем убрать какая тема тема мужской маникюр полировщиком можно конечно это сделать но мне удобнее бафиком я уже просто так привыкла работать царапин нет не будет вы вбиваете масло маленьким бафиком то есть вы даже не пилка это делаете вы делаете это именно бафом если вы пилкой будете конечно будут царапины а если бафом то нет нету никаких царапин нету ничего это масло просто проникает чуть-чуть поглубже в ногтевую пластину также знаете как японский маникюр полировка вот это вот берется там масло специально и втирается втирается сначала одним бафиком потом другим другим бафиком я вот использую эту фишечку в мужском маникюре как раз основываясь вот на этот вот маникюр когда втирается спрашивают а чтобы блеск вот тут я вам не подскажу потому что я один раз в жизни видела пилочку с каким-то воском под воском да с каким с каким-то воском да и она сразу же в полировал полировала прям до блеска так чтобы брать воск отдельно я никогда не брала я не пробовала двести сороковой эми бафик но я его использовал тот который в магазине 1 нашла двести сорок грит помягче жесткие не берем на соточку там например а вот мягкие их можно использовать бутылочку масла да конечно она у меня правда вся в масле уже вот делайте скриншоты здравствуйте тема мужской маникюр но он потихонечку превращается в женский и в стемпинг да на японский маникюр называется когда все это делать вот оттуда я взяла вот эту вот фишку для мужских рук чтобы они выглядели более ухоженными когда делаем классику в принципе ничего страшного если ну то там ничего не происходит с ногтями когда мы работаем аппаратом если вы еще не практиковали мужской маникюр с аппаратом то может быть такое что вы немножко забафили забафили ногтевую пластину сверху аппаратом внизу она осталась глянцевой тогда можно вот использовать полировку масло монарды давайте я вам покажу страничку где можно купить где можно заказать сейчас минуту масло монарды можно купить тут делайте себе скриншот а что используете чтобы кожа блестела как на фото мы в принципе ничего такого не используем мы ее хорошенько протираем после маникюра тоже мы делаем шлифовку либо на сухую либо по маслу монарды и протираем влажными салфетками больше ничего не используем до масла монарды это в аптеке не купить не знаю почему она там не продается вот наш маникюрчик готов ну давайте сделаем что-нибудь похожее на стендинг и покрыть и лампу я уже подготовила будем использовать камуфлирующую базу розовенькую все как надо и покажем немного стендинга очень удобно очень практично мне масло монарды заменила вообще любое масло для ногтей и крема для ногтей и вообще абсолютно все муж наверное рад покрыть его и да очень рад я буду рада вечером когда буду все это снимать все я уже принесла так после масла хорошенечко обезжириваем ногтевую пластину везде во всех боковых валиках чтобы не отвалилась но в данном случае нам все равно но вообще после масла очень хорошо что чтобы все было обезжирено виктория что вы мужу пообещали за это я да на самом деле ничего у у нас полная гармония если честно он тоже бывший несостоявшийся мастер в свое время я его отправляла на курсы по маникюру чтобы он понимал чем я занимаюсь зато каждый раз когда я прошу его сходить в магазин и купить мне что-то он всегда покупает и все безошибочно потому что знает о чем идет речь немножко наношу базы gold для подложки до подложку использую под любую базу где коты коты с пока спят но это только пока все может измениться до эфир сохраню в hdtv ищите подложку обязательно наношу под любую базу тонким тонким слоем втирающими движениями на все ноготочки сразу же мужик держись я тебя понимаю вчера как раз они вела эфир по поводу баз те кто видел тот знает что подложка нужно обязательно всегда но я еще раз повторюсь ноготь запиливаете перед базой чтобы у кутикулы не отходило нет ничего не запиливаю потому что когда мы делаем маникюр мы бафим ноготочек аппаратом фрезой пламенем мы же снимаем к телеге не только с кожи но еще и с ногтевой пластины еще одна жертва покажите один ноготок зачем все ну потому что некрасиво будет а так все сделаем вот везде красиво стемпинг же это такая штука что хочется посмотреть на всех ногтях да вот покупайте это самое в магазине там есть романова nail shop я уже показывала сейчас где-нибудь тут выйдет какой базы делаю подложкой подложку базы сова deluxe gold именно gold она мягкая она эластичная то есть если ноготь у нас статичный эта база будет очень хорошо держать как подложка мужа стемпинг да века показывай что считаешь ну а я вообще уже все я нашла себе жертву маслом монарда я его использую вместо обычного масла ну вот для кутикула она антибактериальная она увлажняющая она противогрибковая тонизирующая то есть вообще очень универсальное средство в нашей работе вы же не знаете чем у вас болеет клиент может быть у него есть грибок а так вы обезопасили и себя и клиента с помощью масла монарды мы тоже очень очень скучаем на самом деле мы уже ждем когда когда наступит это двенадцатое число мы кастемпинг купили в студию все мастера себе наделали рук не хватало используйте своих мужей пожалуйста следуйте моему примеру так все просохло теперь мы берем камуфлирующую базу и тоненькую кисточку я всегда работаю с тоненькой кисточкой по моему очень удобно не отнимает времени по моему вообще никак при покрытии когда стоит наносить масло до или после можно наносить до можно наносить после главное если вы нанесли до покрытия хорошенько обезжирить ногтевую пластину ничего отслаиваться не будет кисть просто обычным спиртом промываем ну конечно без выравнивания никак слышали окей вот это грустное окей тоненько-тоненько будем делать выравнивание конечно чтобы не было горячо а то если еще мужчина у нас поймут как это горячо то все капец наступит конец света переворачиваем ручечку гео дизи что я даже прочитать это слово не могу ну напишите в чем проблема то если просят надо делать вот я я попросила да давай сделаем тебе маникюр смотрите какой ну все-все-все-все просили а я просто это подмигивала тут со стороны все сушим в лампе обязательно сушим на пониженной мощности для того чтобы клиенту не пекло сочувствую вашим глину я не знаю видимо работает только на айфонах но можно вот так вот спустить их вниз зажать и спустить я даже ничего не зажимая просто хоп дело и вниз о все так да блин сочувствует и сочувствует ничего на самом деле строго страшного он сам себе не сочувствует так что мы уже привыкли еще раз еще один ноготочек телом что в бок пойдут на дня я я вижу что там пишут так распределяем материал и если нужно помогаем себе тоненькой кисточкой смотрите у вас не и покрыть и выравнивание и мужской маникюр и стемпинг просто аплодисменты нашей модельки переворачиваем ручку выстраиваем зону апекса это же нам так необходимо сегодня если где-то что-то не нравится подправляем и идем так что там на андроиде вылетаете с эфиры вот именно вот это да самых надежных и лучших руках он сейчас своих да практически почему камуфлирующие базы после просушки становятся теплого оттенка у нас что топы что базы они могут либо желтить либо синить либо может с ними ничего не происходить если становится теплого оттенка то скорее всего в обычную базу добавили цвет а это обычная база была ну после просушки становится желтой поменяйте базу тогда этого не будет происходить как-то исправить эту ситуацию практически невозможно красивый цвет спасибо большое усидчивый браво да 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 так цвет это сова делюкс база двоечка одна из моих любимых кого-то выбор есть вот вот нет на самом деле выбор есть всегда мы же никого не держим мы же не можем удержать клиента даже профессиональных в атмосе какая тема эфира на данный момент или вообще вообще тема эфира мужской маникюр но как видите у нас все все получилось мы уже сделали мужской маникюр мы делаем покрытие да надо другие покупать если становятся теплыми хотя мы эфир мужской стемпинг давайте немножко расскажу про стемпинг про проблемы в стемпинге и почему они у вас возникают изначально проблема стемпинга потому что вы не умеете организовывать свое рабочее место это проблема которая влияет на скорость вашей работы если у вас вообще в принципе что-то очень долго получается или что-то наоборот не получается то вероятнее всего это из-за того что вы не умеете организовывать свое рабочее место и не умеете грамотно организовывать свое рабочее время спрашивают пустили сначала эфир типа это мужской маникюр а зачем покрытие потому что все решили что хотят увидеть стемпинг на другой модели у нас нет по поводу высказывания был мужик и нет мужика не согласен чё здесь такого я могу это сделать кто-то готов кто-то не готов он же не будет с этим ходить ну или это вообще в принципе куда там это все благополучно снимем так спрашивать не беру сделать мне мужской маникюр наслушалась меня не мастеров мужчина как-то иначе реагирует на аппарат вопрос это правда не любит классику мужчины по-другому реагирует на аппарат да потому что уже пошел тот слух что маникюр это больно понимаете дело в том что как только мы мужчина начали ходить на мужской маникюр ну и или вообще ходить на маникюр кто-то кому-то сделал больно потому что использовал не ту технику мы умеем с вами делать в определенной технике маникюр значит мы будем в ней работать если мы научились делать женский маникюр и к нам приходит мужчина мы будем делать так как это умеем у нас нет выбора и вот мастера которые первые брали вот все отлично и мастера которые первые брали мужчин они делали так как умели из-за этого могли быть пропилы из-за этого, ну, пошла вот какая-то вот эта волна негатива, что это больно, неприятно и вообще лучше этого не делать. Если вы делаете маникюр грамотно, если вы сходили там на обучение, посмотрели эфир в данном случае, и вы понимаете, что нельзя работать в одной и той же технике с мужчинами и женщинами, тогда и не будет никаких проблем. Так, всё, вытаскивай. Да, я рассказывала про организацию рабочего места. Вообще все проблемы со скоростью из-за того, что вы не умеете правильно в своей голове всё организовать. То есть любая последовательность, она должна быть. Вы можете для того, чтобы ускориться в работе, сразу же себе написать на листике. Первое действие такое, второе такое, третье такое. И постоянно действовать по вот этому вот списку. Тогда вы будете работать быстрее. Тогда весь процесс у вас наладится, и это будет как конвейер. Что касается стемпинга, когда вы работаете именно специальными красками или лаками для стемпинга, кто как называет, там нужно работать быстро. И если у вас нет организации в голове, то тогда и стемпинг у вас не будет получаться, потому что вот этой вот скорости нету. Вы всё организовали, грамотно своё рабочее место устроили. И всё у вас будет отлично. И стемпинг будет получаться, и маникюр будет быстрый, и будете вы счастливы, и будут счастливы все ваши клиенты. Да, многие мужчины за границей делают покрытие. Вы вообще последние фотографии Джонни Деппа видели? Вот я видела. Последние? Или все? Или все. Ну, да. Эйзер и Миллер. Да, многие мужчины делают покрытие и любых цветов. Просто раньше ещё очень многие врачи нагоняли и говорили, что мужчины, и не только мужчины, под лаком скрывают грибок. Пишут. Мой тоже просит покрыть чем-нибудь, чтобы только не Билоны дать. Он или... Вот. Логично. А вы говорите только... Да, я обзавелась. Вот. Только там из какого-то высшего общества делать нет. Абсолютно любой профессии делают абсолютно любые процедуры. Что-то мне так разговаривалось, что не могу даже сообразить. У нас уже даже есть, у нашего модели есть предпочтение, что мы будем делать. Для тех, кто видел у меня в ленте последнюю фотографию с глюком. Фрезой. Да, микрофриза. Микрофриза, скорее всего. Фреза – это наша профессиональная. Мы будем делать эти микрофризы. Это у нас пластина от сванки. Организация рабочего места в стемпинге. У вас все должно быть под рукой. Поскольку работать нужно быстро, то вы должны уже себе сразу же набросать. Что вы будете делать? Будете использовать синий и красный лак, поставьте его прямо перед собой и откройте. Чтобы не было такого, что вы открыли, там закрыли, куда-то поставили, неизвестно куда. Ролик для одежды стоит у вас под левой рукой, если вы левша. Если вы правша, то под правой рукой, потому что штамп у вас будет находиться в рабочей руке. Штамп должен стоять под рабочей рукой. И скрапер должен лежать рядышком, чтобы вы всегда могли его вытирать. Спрашиваю, лак специальный? Специальная краска для стемпинга. Кто называет лак для стемпинга? Кто называет краска для стемпинга? У всех по-разному. Вот, допустим, у Onika или у Oniq, кто как называет, написано лак для стемпинга. А у фирмы Sunnail написано краска для стемпинга. По факту это все одно и то же. Нет, штамп не нужно бафить. Тут тоже... Вот это точно нет. Этот штамп нет, не нужно бафить. Мы бафим только очень-очень упругие штампы, которые не прозрачные. Обычный штамп я не бафлю. Во-первых, у него есть липкость. Если вы посмотрите, видите, он прилипает. Подушечка прям с таким звуком. Вот, если вы забафите, этой липкости не будет. Организовали свое рабочее место. Хорошо, какой лучше штамп? Мой любимчик. Это штамп. Если это мягкий. От фирмы My London. Вот этот он берет 95%. Ну, 90-95% рисунков. Единственный минус. Он достаточно гибкий, и он плохо переносит на геометрию. Потому что вы начинаете переносить геометрию, он ее растягивает. Поэтому у меня есть второй штамп от фирмы My London. Он жесткий. Он прям упругий-упругий такой. Он лучше переносит геометрию, но он не прозрачный. То есть им работать только в технике с перекатом. Нет, не гель-красками. Я не люблю гель-краски, поэтому работаю с специализированными красками для стемпеля. Вообще любую краску можно сделать. У меня любимчики это Sunnail или Leslie. Сейчас я буду использовать Born Pretty, потому что я его купила на пробу, и в принципе он мне понравился, и цена у него неплохая. Густоват немножко. И сейчас буду использовать Sunnail. Он тоже густоват, но они очень пигментированные, что мне нравится. То есть можно всегда перенести, и не будет никаких проблем. Еще покажите фирму. Sunnail. Или Born Pretty. Также у меня есть Onyx или OnyxQ, кто как называет. Также у меня есть Svanke, также у меня чего только нет. Я не привязываюсь к фирмам абсолютно. Есть Svanke у меня лаки для стемпинга, даже Dance Legend у меня есть для стемпинга. Но удобнее всего работать либо Sunnail, либо удобно работать Leslie. Потому что они долго сохнут. То есть у вас есть время даже немножко там задуматься о том, что вы делаете. Если вы берете, допустим, Dance Legend или Svanke, то вам нужно очень быстро работать, и вы не успеваете перенести. Кстати, мне не зашел OnyxQ. OnyxQ все зависит исключительно от того, что именно нужно от него. Допустим, краски мне не очень понравились, они не очень пигментированные, и поэтому я стараюсь с ними не работать. Мне не очень понравился вот этот вот зеленый. Он вообще полупрозрачный. Я такие не люблю. Я люблю, чтобы были насыщенные, чтобы красиво перекрывали пластину. Так, ну вот, наша моделечка готова. Мы обязательно сняли липкий слой с нашего покрытия. Вот. Подготовили. Моделечка. М? Можно не говорить моделечка. Моделечка. Так, и берем самый маленький рисунок, который у нас тут есть. Видимо, вот этот. Да. И делаем глюк. Штаб не разыграли, разве на прошлом эфире? А кто сказал, что он один? На самом деле, у меня их просто несколько. Я нашла магазин и выкупила там все штампы. Вот. Спрашивай, что там ко мне улетает. Смотри. Какой? Какой? Это не девушка, это мужчина. У нас тема мужской стемпинг. Отпечатываем. Сразу же вытираем пластину. Обезжириваем ее. Обязательно для того, чтобы она блестела. Я люблю, когда пластины блестят. У модели. У модели. Нет, это не девушка, это мужчина. Просто так получилось. Сейчас их, наверное, нигде нельзя купить. Может быть, вы где-нибудь найдете в Инстаграме или в каких-нибудь подпольных магазинах. Потому что компания, она не отправляет сейчас в Россию штампы. Но я думаю, как только закончится вся пандемия, как только откроют границу, они сразу же у нас появятся. Наносим синенькую красочку. Убираем излишки материала. Перекатываем штамп. Поздравляю. Вот видите? Сейчас мы проведем прямой эфир. Через пару дней среди мужчин будет популярен стемпинг. И отпечатываем чуть-чуть со сдвигом. Видно? Смотрите. Никто меня не уговаривал. Я сам согласился. Он, да, он сам согласился. Как будто первый раз. Ему действительно, ему не впервой. Ему же и покрытие делали, и чего только не делали. Я раньше на нем тренировалась. Ничего так. Вот видите, он говорит ничего так. Ему все нравится. У него все замечательно. Завтрак красиво пойдет. Нет, он заставит меня снять это все. Что касается больших изображений, есть у вас проблемы с тем, чтобы перенести большие изображения. Вы не понимаете, ну, большинство не понимает, как это сделать. Сейчас я подберу какую-нибудь пластину. Затем, чтобы не было скучно сегодня. Да, и вам интересно посмотреть еще раз. Для тех, кто не видел стемпинга. И я хотя бы хоть немножко поработаю. Ну, зачем мне тату на пальцах? Тату на пальцах. А как раз четыре буквы, да. Может быть. Есть, это такая забитая. Нет, наращивание я в принципе не делаю. Когда-то в один прекрасный момент я подумала, что ногти так замечательно отрастают, и я не буду заниматься наращиванием. Все. Насчет трендов я подумала. Это мой парень говорит. Смотрю по сторонам, вроде никто оказывается. Мужчина здесь. Мужчины среди нас, да. Так. Давайте еще раз покажу градиент. Для тех, кто не был на прошлом прямом эфире по стемпингу, покажу градиент. И как раз покажу, как отпечатывать на всю ногтевую пластину. Когда делаете градиент, выбирайте максимально похожие по консистенции краски. И не только по консистенции, но еще по их плотности. Чтобы у вас одна краска не съела другую. Так. Моделечку нашу пока убираем. Только зашла. Да, вы только зашли. У нас тут очень-очень весело. Мы уже показываем стемпинг на мужчины. Тема сегодняшнего эфира – мужской стемпинг. Продолжение следует.